Вот это ситуативное большинство, оно было и во времена Кучмы, когда работал парламент, во времена Ющенко, Януковича, когда возникали проблемы у официального парламентского большинства, парламент работал с помощью вот этого компенсатора, ситуативного большинства. За бюджет голосовали не политические партнеры, а исходя из бизнесовых интересов, из интересов территории, отраслей и так далее. Это классическое ситуативное большинство. Меня вот в этом плане волнует другое, а кто и как будет голосовать, например, за конституционный законопроект о децентрализации. Вот где нужны будут голоса коалиции, это вопрос открыт. Вот политические интересы проявятся, если будут голосовать, например, по вопросу об ответственности правительства, если до этого дойдет дело. Вот тогда посмотрим, кто за какую коалицию выступает. Я пока не уверен. Думаю, что это мой личный прогноз. Скорее всего, в наступающем году, в будущем году у нас будут новые проекты. Обновленные точно, но, скорее всего, будут и новые, но не на этой сессии, а на следующей парламентской сессии. Потому что вопрос уже перезрел. То есть к весне, вы имеете в виду? Весной, весной, весной. Скорее всего, весной. Хорошо. Хорошо.